Жители Тольятти направили в совет при президенте по правам человека жалобу на захват территорий детских спортивных площадок с целью строительства на них православных храмов. Возведение церквей в жилых кварталах, похоже, реальная проблема тольяттинцев. На протяжении последних лет они активно протестуют против застройки территорий дворов культовыми сооружениями. Батюшки не видят в этом ничего плохого, а вот горожане с ними не согласны и справедливо отмечают, что храм во дворе жилого дома – это не только неудобство, связанное с громким колокольным звоном, но и лишение детей игровых площадок. Но разве может быть важнее духовности и церковного бизнеса какой-то там комфорт жителей многоэтажек? Я сама верующий человек, православный человек. Почему при выборе вот этого проекта церковь поставили непосредственной близости от школы и детского сада? Человек, называющийся православным и протестующий против храма около школы, и православным не является. Простите меня, но это правда. У нас сейчас в школах входит в преподавание основ православной культуры, и православный храм около школы только поможет в этом предмете, в подавании этого предмета. В комментариях часто пишут, что в дайджесте практически не бывает хороших новостей. Дескать, одно сплошное мракобесие, клирикализация и беспросветное засилье попов. Что ж, вот вам одна неплохая новость. Жители Ростова-на-Дону добились запрета на строительство храма Петра и Павла в сквере завода «Электроаппарат». Городской департамент имущественно-земельных отношений официально расторгнул договор о безвозмездном пользовании земли православным приходом после того, как городская дума внесла изменения в правила землепользования, запретив строительство храмов на территории парков и скверов. Решение ростовских депутатов автоматически остановило еще одну городскую духовную стройку в парке Собино. Можно только представить, как расстроились служители культа, деятельность которых по массовому возведению церквей в последнее время превратилась в настоящую чуму. Ведь батюшек не интересуют неперспективные территории, ко всему прочему расположенные далеко от центра города. Лакомый кусочек для них – это зеленые зоны, где священники охотно возводят свои храмы шаговой доступности, ссылаясь на недостаток культовых сооружений. Однако ростовским активистам не стоит расслабляться, с божьей помощью церковники еще могут договориться с власть имущими. Тем более, что они уже начали сбор подписей за строительство церкви на территории парка, видимо полагая, что пара сотен закорючек будет являться веской причиной для нарушения законодательства. Такие победы пусть и победы, но все же они не таких масштабов, как того хотелось бы. Клерикализация общества и постепенный захват умов религиозной пропагандой дают о себе знать. Например, в Москве в первый день Великого Поста 19 февраля на всех столичных вокзалах представители РПЦ проведут молебны перед чудотворной иконой Богородицы, надеясь, что Божья Матерь замолвит словечко перед Богом о всех путешествующих. А в уже упоминавшемся Ростове-на-Дону решили бороться с ростом преступности среди сотрудников полиции довольно необычным способом. Ну как необычным, для страны возрождающейся духовности подобное уже давно в порядке вещей. Руководство городского управления МВД в целях обеспечения надлежащей работы по линии морально-психологического обеспечения оперативно-служебной деятельности и устранения и недопущения повторных нарушений обязало членов семей полицейских побеседовать с представителями общественного совета, совета ветеранов, а также со священниками РПЦ. В качестве доказательства того, что и стражи правопорядка, и их родственники выполнили программу минимум по укреплению нравственности и духовности, необходимо будет предъявить видеозаписи своих разговоров по душам со служителями культа. Между тем, в Екатеринбурге на центральной площади города православный священник осветил 239 новых автомобилей и мотоциклов главного управления МВД по Свердловской области, а заодно прочел молитву с просьбой простить беззаконие наше. Глава Отцу и Сыну Святому Духу, а И и пресуха Итак, в Иерусий Тolf, пресвятая Троица помилуй вас Господь, и очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие нашей святые, посети и стилиг bucksей нашей имени Твоей градioelin. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Слава Утцу и Сыну Святому Духу, а И пресunningbox на веру день в веке В Вологодской области батюшки тоже помогают полиции. Настоятель храма святителя Николая Чудотворца по личному приглашению ГИБДД окропил святой водой сотрудников ДПС и патрульной автомобили, после чего проехал по трассе Вологда-Новая Ладога и, как сообщается, осветил места наибольшей концентрации ДТП. Священник Владимир Овсеевич, настоятель Вологодского храма и волею судьбы бывший начальник района ГИБДД, ныне ушедший в бизнес, то есть в церковь, утверждает, что освещение автомобильных трасс это не магическое действие как таковое, а обращение людей за помощью к Богу. Если люди делают это с верой, искренне, считает служитель культа, то помощь обязательно придет. Но вот какое дело, нынешний начальник отделения ГИБДД по Вологодскому району Олег Санталов утверждает, что молитвы реально помогают. «Мы пригласили батюшку осветить три участка, на которых часто совершались аварии. И знаете, количество дорожно-транспортных происшествий сократилось», рассказывает Санталов. «На двух участках снижение аварийности устойчиво, а вот на третьем происшествия продолжились, и мы поставили дополнительные дорожные знаки и светофор». Обращенные к Всевышнему молитвы на двух дорожных участках дошли до адресата, а третий участок так и остался без его внимания. Почему? Неужели Священный Союз Жезла и Кадила недостаточно и неискренне молился, что не очень понравилось Богу и тот решил не вмешиваться в ситуацию с дорожно-транспортными происшествиями и не оказывать людям помощь? Вообще тесное сотрудничество служителей культа с силовыми структурами не ограничивается одними лишь воспитательными беседами или освещением служебного транспорта. Иногда полицейские обращаются к РПЦ за помощью, когда речь заходит о непознанном. Так, в одной из деревень Колпашевского района Томской области сотрудники полиции, прибывшие по вызову в один из частных домов, столкнулись с классическим полтергейстом. По утверждениям жильцов дома, там в течение последних нескольких дней происходят необъяснимые вещи – летают ножи и книги, падают шкафы, мигает свет. Рационального объяснения указанным событием не нашлось, говорилось в официальном рапорте, и поэтому стражи правопорядка призвали на помощь местных священников. Последние провели обряд освящения дома, однако легче от этого не стало – полтергейст вначале немного успокоился, а затем вновь продолжил буянить. Учение и двухтысячелетний опыт христианской церкви дает все основания однозначно интерпретировать происходящее как действие духов злобы – так именуют падших ангелов священное писание, сообщили в информационном отделе Колпашевской епархии. «Мы со своей стороны приняли решение курировать эту семью и приложить все усилия, чтобы такого в этом доме не было. Семье рекомендовали прийти в храм для беседы», – заявил секретарь епархии. А вот я бы порекомендовал жильцам не с покойного дома не с батюшками разговаривать и не крещение принимать, а повнимательнее присмотреться к своему приемному пятнадцатилетнему сыну, которого в епархии таинственно именуют основным объектом сверхъестественных явлений. Наверняка подросток может рассказать много интересного о проделках домового. А сам случай в Томской области поведал нам о настоящем профессионализме сотрудников тамошней полиции. Впрочем, стоит признать, что работа у правоохранителей очень тяжелая. Тяжелее, наверное, только у прокуроров. Вот, к примеру, весной 2017 года сотрудники Красноярской прокуратуры, исследуя интернет-пространство на предмет оскорбительных картинок, экстремистских статей и богохульных репостов, наткнулись на опубликованную местной жительницей Ириной Кудиновой фотографию пасхальной инсталляции из кулича и двух яиц. Целью женщины, как сообщалось, было обратить внимание на возможные факты коррупции при размещении пасхальных арт-объектов в Москве, хотя размещенное фото было сделано даже не в России, а в Харькове. Однако блюстители закона посчитали, что на снимке изображен фаллический символ, составленный из священных для любого христианина предметов, и обратились за консультацией к специалистам по православию. Некий эксперт заключил, что отношение к интимной стороне природы человека, начиная с трудов Августина Блаженного, в христианстве негативное и воспринимается как греховное. Тут же нашлись и оскорбленные – священник и прихожане одного из местных храмов, и на жительницу Красноярска было заведено дело об умышленном осквернении предметов религиозного почитания. Правда суд в конечном итоге не нашел в действиях женщины состава преступления и закрыл дело. К февралю 2018 Ирине Кудиновой удалось отсудить компенсацию в размере почти 23 тысяч рублей за незаконное привлечение ее к административной ответственности. А завершаем выпуск рубрикой «Забыли спросить», которую сегодня представляет глава РПЦ Патриарх Кирилл. На минувшей неделе Владимир Михайлович высказался о том, в чем с его точки зрения на самом деле заключается миссия женщин на земле. Для представителей слабого пола, уверен Гундяев, самая главная цель в жизни – это рождение, воспитание и воцерковление детей. И совершенно не случайно, опять-таки повторяю, день православной молодежи совпадает с праздником Сретения, потому что идеалом молодой жизни должно быть создание семьи. Это, конечно, не единственный идеал, не окончательный идеал, но это особенный идеал для девушек, которые должны ясно сознавать, что создание семьи, рождение детей, их воцерковление, их воспитание является Богом, определенной для них миссией, выше которой нет ничего. В общем-то, слова главы РПЦ вряд ли можно считать большим откровением. Церкви без паствы не существует, так что служители культа в последнее время устремили свой взор в будущее и все больше внимания уделяют работе с молодежью. Об этом Владимир Михайлович говорил в той же проповеди, отмечая, что взаимодействие с подрастающим поколением церковь расценивает не как дань моде, а как требование свыше. Послушное стадо нужно воспитать, и делать это необходимо еще с детских лет. Поэтому введение в школах уроков православия с 1 по 11 классы в настоящий момент является одной из приоритетных задач РПЦ. Чего в религиозной организации, похоже, им не скрывают. Время, когда мы сняли, мы сняли, мы сняли, мы сняли, Время, когда мы сняли, мы сняли. Вот какое страшное время. И вот взяв эту сейчас конепикацию, которая паспорт, это самое пенсионное, на-на-на, мы отреклись уже от имени. Первый этап. Благодать от нас уже отошла. Ангел стоит, плачет. Слушайте, слушайте. Слушайте. Поэтому стоим, отреченные, прости нас, Господи. И вот, которые пастыри говорят за это, их что голят? Потому что они мешают системе этой воцариться дьяволу. А вот эта глобальная восьмерка, которая сейчас, комитет 300, это все Рокфеллеры, которые всем правят миром, все золото и все их банки, корпорации все в их руках, у этого комитета, в том числе все президенты, все они жиды и масоны. Они работают на того, чтобы всех пронумеровать людей. А компьютер-зверь в Роксимбурге, который стоит на всё мировое сообщество. Для чего? Для того, чтобы управлять всем миром и не готовить сейчас грядущему мышах Антихристу, вместо Иисуса Христа в Иерусалиме, что? Место. Место мирового правителя. Пусть Господь хранит вас. Место мирового правителя. Продолжение следует...